В коллекции Анны Нечаевой не одна такая награда. Она 16 лет, профессионально занимается спортом и не раз покорила жюри на конкурсах по модельному фитнесу и бодибилдингу для девушек. Процент мышечной массы я балансирую в зале. Нам нужно увеличить, увеличиваю. Процент жировой массы я балансирую 24 часа в сутки. Я его держу. Это питание. У меня не параметры, у меня отражение в зеркале. Мне может или нравится, или не нравится. Чтобы отражение в зеркале радовало, на жертвы приходится идти не только спортсменкам. Подожди, посмотри. Левую руку чуть больше в локте сбит. Уверенный взгляд, плавные движения и десятки разных позиций за считанные минуты. Анастасия Косенко – фотомодель. За параметрами фигуры следит вплоть до сантиметра. У меня соответствуют стандартам 90-60 и дозволительно 92. Я хожу три раза в неделю в зал, занимаюсь тренером. Очень стараюсь поддерживать фигуру, так как это моя работа и в основном, наверное, это из-за этого. Мне она очень нравится, я полностью всем довольна. 21-й век – время перемен. У современных стандартов красоты нет никаких ограничений. Раньше мода на женские формы менялась каждое десятилетие. Что-то не то, да? Так-то лучше. 30-е и 50-е – золотой век Голливуда. Тогда с ума свела не только мужчин, но и женщин. Красавица с пышными формами Мерлин Монро. 60-е. Тогда в моде были худощавые девушки и символом эпохи стала актриса Твиги. Болезненная худоба вышла из моды. Ей на смену пришли загорелые и подтянутые тела. А спустя еще 10 лет эталоном стала Ким Кардашьян. Крупные формы, тонкая талия – тогда же вырос спрос и на пластические операции. 2017 год. Вместе с классическими 90-60-90 впервые в истории на подиум вышли девушки с пышными формами. Так началась и революция в мире моды. Раньше такого никогда не было, но давайте вспомним, что раньше не было соцсетей и не было возможности каждому выражать свое мнение по поводу того, как должна выглядеть современная девушка и ее фигура. А так как все-таки все мы разные, и мы считаем, что мы имеем право, несмотря на то, какая у нас фигура, тоже быть красивыми и счастливыми. Чувствовать себя не только привлекательной, но и любимой, тем более, что у мужчин, как правило, свои идеалы. Вот в тренде сейчас. Моя девушка в тренде. Если бы скажу правду, то девушка меня убьет. Как мужчине, ответ вас удивит, мне нравится скорее классика. Классика. Только немного старого стиля. Я люблю, когда пожирнее. Мне честно, нравятся пышки. А вам? Да, как это нормально. И то, и то хорошо. Ну, кому-то худенький нравится, кому-то толстенький. В 2020-м в тренде натуральность. Идеальная фигура у каждого своя. Главное, чтобы тело было здоровым. И его обладательница комфортно себя чувствовала. А то, какие цифры показывают весы. Совсем другой разговор. Татьяна Балыкина, Алим Вилеев. Утро. Нового дня.